Саяка Сёджи 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 Саяка 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 Саэджи Саяки Саяка 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 у меня больше сольных концертов, иногда с оркестром. Я играю концерты, даже не знаю. Мой первый официальный концерт состоялся, когда мне было 14. Наверное, до 22 лет у меня было немного концертов. Спасибо, конечно, моему учителю Захару Брону. Он тщательно отбирал все концертные предложения, которые я получала, просто чтобы я не растрачивала свои силы на все подряд, пока я у него училась. Это было очень важно во время учебы, и я до сих пор стараюсь не перегружать себя, ведь у каждого человека свой собственный ритм. Мой максимум находится в районе 50 концертов в год, и я прошу своего менеджера не превышать это число, чтобы у меня оставалось достаточно времени на жизнь, занятия и на подготовку к каким-то другим вещам. Колин Дэвис, Янсен, Зубин Мета, Владимир Ашкинази, у нас есть долгий список, с кем вы играли. Кто из дирижеров вообще был для вас самым удобным или, может быть, самым значительным дирижером? Первый шаг я сделала благодаря Зубину Мета. Он толкнул меня в мою музыкальную карьеру, потому что он научил меня, что значит быть профессиональным музыкантом. Вообще-то очень сложно выбрать кого-то одного. Вот так, сходу. Но я с уверенностью могу сказать, что люблю работать с маэстро Лисом, потому что, мне кажется, мы прекрасно понимаем друг друга, и я очень уважаю его как музыканта. Саека, насколько нам известно, вы пишете картины. И, насколько нам известно, у вас уже было несколько выставок. Это значит, вы много пишете? Когда это происходит? В какой момент вашей жизни? И где эти картины можно увидеть? Дело в том, что моя мама художник, и мы стали рисовать вместе примерно с тех пор, когда я начала играть на скрипке. Я одинаково уделяла время и тому, и другому увлечению. 50 на 50. Так продолжалось, пока мне не исполнилось 11 или 12. Именно тогда я поняла, что музыка для меня важнее, и что я хочу посвятить ей больше времени. На какое-то время я забросила живопись. Но потом, когда я переехала в Париж, наверное, в 2006-2007 году, на меня нахлынула страсть одновременно к музыке и к изобразительному искусству. В моем представлении музыка и зрительный образ всегда были неразрывно связаны, и я всегда испытывала к ним необъяснимое притяжение. Для меня, когда я играю или слушаю музыку, важной составляющей является воображение. Нельзя сказать, что я стараюсь специально вызывать в своих мыслях какие-то образы. Это происходит естественно. Для себя я решила, что я хочу осознавать, какие образы приходят ко мне, когда я играю. И именно в этот момент я вернулась к живописи. Просто для себя, чтобы увидеть образы, которые рождаются в моих мыслях. И да, я не пишу картины регулярно, если сравнивать с музыкой, которой я занимаюсь каждый день. Я делаю это под воздействием некоего порыва, когда я испытываю острую потребность. Я рисую спонтанно. Наверное, это чаще происходит ночью, так как в это время я не могу играть на скрипке. Все мои работы находятся дома. Я создаю их не с какой-то определенной целью, а просто для себя. Как нам кажется, японцам русская культура ближе, чем русским японская культура, в силу того, что два века Япония была очень закрытой страной. А что для вас самой японская культура? И бываете вы, например, в театре Кабуки? И трогает ли вас, допустим, эта часть японской культуры? Мне понадобится много времени, чтобы объяснить все. Сама я провожу больше времени в Европе. И по этой причине я только начинаю раскрывать японскую культуру в себе с недавнего времени. Конечно, она у меня в крови, и это очень важно. Японскую культуру вообще сложно объяснить одним словом. Что касается Кабуки, не могу сказать, что это мое. Наверное, мне ближе театр НО или музыка. Да, я думаю, что японская музыка, то есть традиционная японская музыка, хороший пример того, что мне близко. Ведь в ее основе лежит уникальная философия. Наша страна подвержена природным катаклизмам. Мы не знаем, чего ждать завтра. Именно эта идея заложена в основе нашей жизни, культуры и менталитета. Но я думаю... Хотя, конечно, современный японский менталитет несколько отличается от того, что было раньше. Но традиционно ценить каждый момент жизни — это ключевая идея, которая также является общим принципом для исполнения любой музыки. Но если вы понимаете, о чем я... Мы также осознаем, что ничто не вечно и ничто не совершенно. Красота не в совершенстве. В Японии мы ценим то, что хрупко. Для нас это своего рода ценность. К тому же, через медитативное состояние... Могу привести хороший пример. Недавно я играла произведение Джона Кейджа для скрипки и японского инструмента «Шоу». Это 30-минутное произведение, в котором присутствует длинная нота. Ее исполняют с хронометром, и нужно вступать в определенные временные промежутки. Во время исполнения завязывается беседа между скрипкой и другим инструментом. В сущности, мы можем вступать и завершать ноту в любой момент в рамках обозначенного интервала. Поэтому каждый раз получается новая история. Но именно в этом прекрасно отображается японская сущность. Потому что нужно сосредоточиться на ритме, на каждой ноте, которую слышишь. Можно даже услышать дыхание другого музыканта. Во время исполнения мы то приближаемся, то вступаем в борьбу, то отдаляемся друг от друга. Мы сами не знаем, что произойдет. Важным является момент. И во время этого процесса ты полностью забываешь о себе. Самое главное, что мы совсем не думаем о своем эго. мы фокусируемся на том, что происходит в данный момент или в чьей-то жизни. Я считаю, что этот принцип также важен для исполнения классической музыки. Ну вот мы знаем, что вы любите музыку, живопись. А что для вас еще является предметом вашего пристрастия, вашего интереса, любви? Может быть, еще что-то в жизни? Не знаю, кухня или кататься на лыжах? Да, я люблю готовить, люблю поесть и, пожалуй, читать. А что вы читаете тогда? Что вы любите читать? И что вы читаете сейчас? Сейчас я читаю японского автора. Вообще, я читаю разнообразную литературу. Из русских писателей меня очень впечатлили Достоевский и Булгаков. Я очень люблю Камю, Мишима, многих других писателей. Сложно назвать какого-то одного автора. Но для меня очень важно подпитывать мир своего воображения. Саяка, вот в нашем интервью было очень интересное место, когда вы сказали, что для вас, как и для любого японца, важность мгновения, каждое мгновение жизни и хрупкость этого мгновения. А когда вы чувствуете себя счастливой? И что для вас вообще счастьем является? О, это очень глубокий вопрос. Я думаю, тут как у всех, это все, что преподносит нам жизнь каждый день. Я ценю каждую мелочь. Пожалуй, то, что я вижу в друзьях, в тех, кто меня окружает и с кем я просто перестекаюсь. Я ценю все, что прекрасно. И, конечно же, я счастлива, когда играю на скрипке. Да, так было и есть с тех пор, как я начала заниматься музыкой. Действительно, каждый раз, когда я сталкиваюсь с трудностями, я просто уединяюсь и начинаю играть. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»